Девушки отдыхают Это и есть твой сюрприз Почему я должен тебя бросать? Нет ничего такого Гонжа, я разве бросил бы тебя? Просто мои тети приезжают к себе домой Они спросили, что я собираюсь делать А я сказал, что мне нужно по делам Они предложили остаться, но я не стал Что ты собираешься делать? Останусь в отеле Но как ты останешься в отеле? Что поделать, любимая? У тебя нет других родственников? Нет никого, кто мог бы тебя приютить? Нет, но есть в Стамбуле мои тети Ну вот Ладно, милая, не расстраивайся Эрдем Мне в голову пришла идея Какая? Надеюсь, у нас получится Хорошо Идем Алло Нихат в офисе? Да Он на совещании Хорошо Я тоже скоро буду Мы уже и так потратили в полтора раза больше на строительство И даже с учетом больших затрат Результат меня все равно не устраивает Мы действовали по указаниям господина Синана Он постоянно с нами на связи И его результаты более чем устраивают Устраивают Меня не волнует, устраивает его или нет В этой фирме последнее слово за мной Понятно? Понятно, господин Остальные документы оставь здесь Я придумаю, что можно сделать Ладно? Ты можешь выйти Хорошо, господин Здравствуйте Слушаю вас Я пришла увидеть господина Нихата Одну минутку Если скажете, что пришла Башак Кискин Я уверена, он меня примет Хорошо Слушаю Господин Нихат К вам пришла Башак Кискин Пусть войдет Эта женщина уже вышла из-под контроля Что ты забыла здесь? Я была неподалеку Решила зайти Узнать, что нового Как твои дела? Ты что? Издеваешься, что ли? А-а Будь спокоен, Нихат Знаешь, из-за стресса повышается уровень холестерина Чего ты добиваешься? А? Не поняла Я спрашиваю, чего ты добивалась? Ты думала, Эда, увидев фотографии, перестанет общаться со своим отцом? После твоего ухода Синан И для Эды, и для Вулкана Был папой И мамой Испортить отношения между ними не так уж и просто Ты говоришь, что я их бросила Но скорее, это он меня выгнал Ведь так? Ты бы лучше бы в те дни И не заслужила Наверное, ты не думала, что мы будем терпеть твое поведение Ладно, Нихат Ты подумала о моих словах? Ты мне поможешь? То, о чем ты говоришь, невозможно Ты даже не мечтай об этом Вернись туда, откуда ты пришла Понятно тебе? Я больше не буду тебя предупреждать Я дам тебе столько, сколько ты захочешь У меня такое дежавю У тебя что, деменция? Я хорошо помню наш последний разговор И теперь спрашиваю, сколько ты хочешь Да Тогда ты помнишь мой ответ Я не нуждаюсь в деньгах Особенно сейчас После того, что я узнала Ты можешь отдать мне все деньги мира Но они для меня не важны Хочешь ты этого или нет, я теперь здесь И у меня нет намерений уезжать отсюда С твоей помощью или без Не важно Мне совершенно не важно Абсолютно Башак, ты испытываешь мое терпение Ты угрожаешь мне? Конечно Прекрасно Значит, ты меня боишься А знаешь ли ты, что люди совершают ошибки Когда они боятся? Серьезные ошибки Я тебя не боюсь Даже не мечтай об этом Вот что я тебе скажу Знаешь ли ты, когда люди теряют абсолютно все? Когда они слишком уверены в себе Мне же вообще нечего терять, Нехат А у тебя много что есть Хватит уже Я не собираюсь слушать твой бред Я не хочу видеть тебя рядом со своей семьей Ты поняла меня? Мне Наплевать На твои угрозы Теперь Ты просто так от меня не избавишься Понял меня? Я извиняюсь за все, что ты пережила Я была не права Аслэ, не говори так Пожалуйста Когда ты говоришь так, я чувствую себя еще более виноватым Потому что мы виноваты Ладно Ладно Что ты хочешь сказать? Говори Только Не вешай нос Ладно? Я могу взять тебя за руку? Нет, конечно Бурак, что я тебе говорю? Ты что, не понимаешь, насколько все серьезно? Ты хоть знаешь, что будет, если все узнают о наших отношениях? То есть ты принимаешь, что мы в отношениях? Не принимаю Я не так хотела сказать Ты понял, что я имею в виду? Хорошо Я обещаю тебе, что отныне буду еще более осторожна Рисковых действий не будет И целовать тебя при всех тоже не буду Я буду держать себя в руках, хорошо? Я не этого хочу Я хочу, чтобы ты держался от меня подальше Ты не понимаешь, чего хочешь от меня Разве человек может отказаться от воздуха? Это именно то, о чем ты меня просишь Брат, я так рада, что вы с ослой помирились Очень рада Я вижу Правда, было бы замечательно, если бы между вами никто не влезал Эда, не открывай эту тему Хорошо, я не буду портить настроение Когда вы с ней танцевали, на вечеринке все было так понятно Вы так красиво смотрели друг на друга Наконец-то ты нашел ту, что искал Надеюсь, папа тоже Приветствую Добро пожаловать, папа Приветствую, дети Эда, ты в порядке, не так ли, дочка? Я в порядке, папа Благодаря брату Он помирился с ослой Как здорово Ты, наверное, счастлива Конечно же Брат принял самое правильное решение для себя И надеюсь В скором времени ты тоже справишься с этим Ладно Я поднимусь в свою комнату Рад за тебя, сынок Спасибо, папа У тебя сегодня вечером есть планы? Можем посмотреть фильм? Нет планов Эльчин с Чеглой тоже Пока все не решится Надеюсь Ты знаешь, что там произошло? Наверное, Бурак рассказал тебе об этом? Да нет, папа Классический Бурак Он просто обожает внимание Он поработал несколько дней Наверное, чтобы никто не лез к нему Я думаю, тут дело не в этом Конечно, Бурак не такой глубокомысленный И не думает о последствиях наперед Он просто испугался Он такой же, как и его дядя Брат до сих пор не знает, как себя с ним вести Он обожает контролировать жизнь каждого человека Добро пожаловать, госпожа Сильда Что с ней случилось? Я никогда не видела ее в таком плохом состоянии Господин Бурак испортил настроение Я так и думала Что он снова вытворил? Не пришел на работу? Нет, конечно Это касается их отношений с Чеглой Господин Бурак хочет с ней расстаться Что? Да Мы же их помолвку так ждали Неудивительно, что она в таком состоянии Пойду спрошу, не нужно ли чего Бог в помощь, госпожа Эмиль Спасибо Не голодны? Есть манты Манты? О, как тут можно отказаться? Тем более, когда вы приготовили их Тогда проходите Спасибо огромное Ай, Шукран Госпожа Сильда, вы так напряжены Да, вот здесь, вот в этом месте Попробуйте расслабиться Вот так Там внутри как будто что-то стреляет Давайте я заварю вам чай из мелиссы Ох, да, да Он снимает стресс и помогает успокоиться Ты очень хорошо придумала Когда человек так напряжен, сложно думать Сейчас же приготовлю Спасибо Это все вина, не хата Нужно было детей отправить в Америку Разве, если бы они поехали, так произошло бы? Им нужно было остаться наедине Проводить время вместе Вот и чувства остыли Посмотри, что произошло Ох, ой, что же такое Любимая, надеюсь, в этот раз твой брат ничего не поймет Давай-ка я посмотрю на тебя Ты очень красивый, ему даже в голову не придет Очень здорово я придумала Ты, ты сумасшедшая Это все из-за тебя, сестра Эвталья Гонджа, не издевайся Мне и так неспокойно, что я в таком виде перед тобой Любимая, ты ведь не охладела ко мне, да? Эрдем, я даже не знаю, как тебе сказать, но... Я пошутила, не глупи Ну как я могу остыть к тебе? Хорошо Я прямо-таки стал лучшим другом своей, любимой Сестра Эвталья, даже не думая об этом Смотри, любимый, ты знаешь, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы идем к нам домой Хорошо Но лучше ты не общайся с моим братом, чтобы нас не разоблачили Я попрошу у брата, чтобы ты остался у нас на ночевку Он и так работает по ночам и разрешит Поэтому рано уйдет из дома, и мы останемся вдвоем Любимая, ты как рискуешь из-за меня А если твой брат узнает, он зарежет меня Я не хочу этого, ты понимаешь? Почему ты думаешь о таких вещах? Не думай так Мы останемся вдвоем и будем развлекаться Посмотрим фильм и что-нибудь придумаем А, хорошо, любимая, для тебя все, что хочешь Ну тогда пойдем, подружка? Здесь нельзя, вышла бы поближе к дому Бурак, мы уже говорили об этом Хорошо, дорогая, как скажешь, как скажешь Увидимся Ослы, можно я украду тебя вечером? Конечно же нет, Бурак Ты не поцелуешь своего любимого? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этот чай должен пойти на пользу женщине Она очень напряжена Посмотри, Шукран, это, наверное, мы сглазили Да, Эмель Мы говорили, насколько хорошо они подходят друг к другу Вот они и поссорились Ой-ой-ой Ты пришла? Добро пожаловать, Ослы Спасибо, тетя Шукран Дядя Халиль, как вы? Спасибо тебе, Ослы А ты как? Все хорошо, спасибо Я надеюсь, что этот чай хоть немного расслабит ее до прихода господина Нехата Дай бог Мама, что случилось? Она расстроена Потому что ее сын расстался со своей девушкой Хотя, Ослы, нас не должно это волновать Кушать будешь? Смотри, я слепила манты Хорошо, мама, я поем Госпожа Эмель, все было очень вкусно Ой-ой-ой Ой-ой Простите, пожалуйста, меня, госпожа Эмель Я такой неуклюжий Ну что же я натворила? Не расстраивайтесь, я постираю Ничего Хорошо, но это пятно от масла так просто не выведется Ничего страшного, все равно вещь старая Подожди, подожди, я пойду Я очень извиняюсь, еще раз Простите меня, пожалуйста, я не специально Что ты тут делаешь? Я пришел взять воду, ну, не преувеличивай Хорошо, приходи, когда меня здесь нет Уже и на кухню нельзя зайти Тогда я ухожу Это манты? Ну и ну, посмотри, что приготовила моя теща Господин Бурак, я бы принесла вам воды Вода? Да ничего страшного, не проблема Не проблема Хорошей работы До этого дня господин Бурак ни разу не заходил на кухню Правда? Смотри, дочка Ты, наверное, знаешь, что делать Но все же будь осторожна Господин Бурак бабник Тебе лучше не появляться, когда он будет приходить Не волнуйся, тетя Шукран Хорошо, милая Я рада, что ты умная Иначе не буду врать Госпожа Сельда, конечно, добрая и хорошая Но когда дело доходит до ее сына Она становится безжалостной И при малейшей ошибке Она уволит и меня, и вас Я все поняла Я буду очень аккуратной Хорошо, милая Ладно, я пойду А, Халиль Можешь довезти меня до метро? Я для этого и пришел Давайте, поехали Проходи, сестра Эвталья Гунжа, это ты? Братик, мы пришли с сестрой Эвтальей Да Госпожа Эвталья Добро пожаловать Здравствуйте Здравствуйте Вы присаживайтесь, а я принесу что-нибудь выпить Хорошо, хорошо Пожалуйста, проходите Спасибо Братик, сестра Эвталья поссорилась с мужем Ей негде было остановиться Вот я и позвала ее к нам Если ты разрешишь, она может остаться Хорошо Хорошо, гунжа можно, но Я не буду ее беспокоить Нет, брат Все равно ты уйдешь вечером на работу А мы утром пойдем на работу вместе Ладно, хорошо Жалко женщину И не говори, брат Ее муж-алкоголик Играет в азартные игры Ай Да уж Хорошо, что я не играю в карты Ладно Ну, тогда Я сегодня уйду пораньше А вы тут Располагайтесь Хорошо, братик Сестра Эвталья, я иду на работу А вы чувствуете себя как дома И ни о чем не беспокоитесь, хорошо? Спасибо, спасибо До встречи До встречи До встречи Увидимся, брат Увидимся, дорогая Если что, звони Хорошо Кое-что скажу Мне понравился твой брат Он очень неплохой человек Я тоже удивилась Похоже, ты ему понравилась Не неси чушь Хватит надо мной издеваться Ну все, ладно Теперь мы можем снять Эвталью и стать Эрдемом Тогда я переоденусь и приду Вон же Хватит смеяться надо мной Хорошо Что ты тут делаешь? Отпусти меня Нет Она пришла не к Бураку Она пришла увидеть меня Мы сослы снова вместе Давай, пошли Что? Если бы тебя там не было Я не знаю, что бы я делала Я будто язык проглотила Ничего не смогла ответить Ослы Не плачь, пожалуйста Прошу тебя Когда ты плачешь Я ужасно себя чувствую Все пройдет Я очень ценю, что ты защитил меня Тебе пришлось из-за меня соврать Я не хотела, чтобы так получилось Это все какой-то кошмар А я и не жалуюсь Не строй себя невинную Ты просто игрушка Ты просто игрушка, в которую играет Бурак Он женится на мне Я должна это прекратить Я должна это прекратить Ради своей мамы Дай сфотографирую свою красивую девушку Бурак, а если кто-то увидит? Не переживай, я тебя спрячу Бурак, а если не все, что ты Fuel can? Возможно, все желаю Ослы, я сегодня так устала. Ты не закончила свои дела, мама? Если хочешь, я помогу. Госпожа Сельда и господин Нехат уже поужинали, кофе выпили. Думаю, сегодня они уже ничего не захотят. Ай, уф. А, ослы, я забыла. Я замочила свое платье там в тазике. Можешь постирать и повесить. Хорошо, мамочка. Ага, в прачечной. Ой, ой, ой. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok